Здравствуйте! Атомное ядро много меньше атома. Есть такое ходовое сравнение. Если сделать модель атома величиной со стадион, то ядро будет выглядеть как вишня в центре поля. Остальное объем атома будет заполнен электронами. Ядро состоит из протонов, положительно заряженных частиц, и нейтронов, частиц, не имеющих электрического заряда. Они имеют примерно одинаковую массу и называются нуклонами, то есть частицами, из которых состоит нюклея, то есть ядро. Электрон легче нуклона больше, чем в 1800 раз, поэтому почти вся масса атома сосредоточена в атомном ядре. Вот загадка. Почему протоны, имеющие одинаковый заряд, не отталкиваются друг от друга на близком расстоянии, а притягиваются? Очевидно, что на близких расстояниях между нуклонами действуют очень сильные силы притяжения. Эти силы пересиливают электрическое кулоновские силы отталкивания. За это их обозвали сильными силами или силами сильного взаимодействия. Правда, выразительное название, да? Может лучше силы внутриядерного взаимодействия? Наглядной моделью атомы ядра может служить для нас капля воды. Молекулы воды на коротких расстояниях притягиваются друг к другу из-за того, что какие-то части молекул заряжены положительно, это атомы водорода, а какие-то отрицательно, это атомы кислорода. На близких расстояниях молекулы притягиваются друг к другу. Те молекулы, что остаются на поверхности воды, притягиваются внутрь. Это создает силы поверхностного натяжения, которые формируют капли воды. Если две капли воды сблизить друг с другом, то они сольются, при этом даже выделится некоторая энергия. Это происходит потому, что сокращается площадь поверхности капель и над молекулами, попавшими с поверхности капли внутрь её, силы поверхностного натяжения совершают работу. Две капли имели большую поверхность, чем одна равная им по объёму. Так и в атомных ядрах. На близком расстоянии нуклоны притягиваются друг к другу очень сильно. При слиянии ядер происходит нечто похожее на слияние капель воды. Два лёгких ядра могут слиться друг с другом, образовав более тяжёлое ядро, и при этом выделится энергия. Но чтобы они слились, нужно, чтобы они преодолели кулоновское отталкивание. Ядра ведь одноимённо заряжены. Для этого они должны быстро двигаться и быть на близком расстоянии друг к другу, то есть вещество должно быть очень плотным и очень горячим. Такие условия бывают в недрах звёзд. Тепло — это движение частиц, из которых состоит тело. В горячем ионизированном газе в недрах звёзд частицы движутся очень быстро. Кинетической энергии им хватает, чтобы преодолеть электрическое кулоновское отталкивание и слиться с другим ядром. При этом выделяется энергия. Но эта музыка не играет вечно. Начиная с некоторого размера атомных ядер, протоны, находящиеся на противоположных сторонах ядра, испытывают кулоновское отталкивание друг от друга, превышающее притяжение, создаваемое силами внутриядерного сильного взаимодействия. Самое тяжёлое ядро, преобразование которого энергия выделяется, а не поглощается, это ядро железа 56, феррум 56, в нём 56 нуклонов, из них 26 протонов и 30 нейтронов. Более тяжёлые ядра могут образоваться, но при этом энергия не выделяется, а поглощается, т.е. выделение энергии в ядрах звёзд прекращается, это ведёт к крайне важным последствиям. Сейчас поясню. Звёзды обладают очень большой массой, гравитация, то есть сила тяжести притягивает все частицы, из которых состоит звезда к её центру, к центру массы. Это приводит к очень большому давлению внутри звезды. Сжатие было бы ещё более сильным, если внутри звезды не выделялось бы тепло и не нагревало бы всю звезду, а при нагревании, как известно, тела расширяются. Почти все, почти во всех температурных диапазонах. Это расширение препятствует сжатию звезды, но если внутри звезды прекращается выделение тепла, то сжатию звезды уже ничто не препятствует, и начинается катастрофическое сжатие, коллапс. Этому способствует ещё и то, что в недрах звезды начинает работать своеобразный холодильник. Там происходит поглощение тепла. Дело в том, что при сжатии звезды ядра железа начинают сливаться друг с другом, они превращаются в более тяжёлые ядра. И в этом процессе превращения энергия поглощается, а не выделяется. Теперь ничто не препятствует сжатию звезды. На финальной стадии давление в недрах звезды так высоко, что оно запихивает отрицательно заряженные электроны внутрь положительно заряженных протонов, и они превращаются в нейтроны. И почти неуловимую частицу, нейтрино. Придётся рассказать о нейтрино, потому что эта частица играет главную роль в процессе взрыва сверхновой. Собственно, нейтринный взрыв – это и есть взрыв сверхновой звезды. Нейтрино – это название придумал Энрико Ферми, великий итальянский физик, работавший в США. По-итальянски «ньютрино» – это нейтрончик, маленький нейтрон. Потребность в этой частице появилась у физиков для описания процесса бета-распада. В этом процессе ядро испускает электрон или антиэлектрон, положительную заряженную частицу – позитрон. Это как будто из пушки вылетел снаряд, а пушка покатилась назад. При этом возникает отдача – откат. Дело в том, что пушка получила такой же по модулю импульс, как и вылетевший из неё снаряд. Суммарная кинетическая энергия снаряда и откатывающейся пушки равна энергии порохового заряда. Но совсем не так, если вы используете безоткатную, или как ещё её называли когда-то давно в СССР, газодинамическую пушку. При стрельбе из неё из пушки вылетает ещё одно третье тело – пороховые газы. Самое простое и популярное в народе безоткатное огнестрельное оружие – гранатомёт РПГ-7. В нём назад через раструп вылетают пороховые газы. Они уносят часть импульса и часть энергии порохового заряда. Примерно так же происходит, когда при бета-распаде не вся энергия распада распределяется между атомным ядром и вылетевшим из него электроном или позитроном. Часть энергии, часть импульса уносит нейтрино. Нейтрино – частица незаряженная и потому её трудно зарегистрировать. Нейтрино проникает повсюду и почти не взаимодействует с веществом. Вы знаете такой термин – слой половинного ослабления? Это толщина слоя вещества, пройдя который, излучение ослабевает два раза. Например, чтобы ослабить гаммовое излучение в два раза, нужен слой свинца немного тоньше двух сантиметров. А вот для ослабления нейтрино два раза нужен слой свинца толщиной с солнечной системой. Однако нейтрино всё же научились регистрировать. У жителей Земли есть несколько огромных приборов для регистрации нейтрино. Один из них находится в озере Байкал. Вот представьте себе над Байкалом ночь. Над другим полушарием светит солнце. Нейтрино от него свободно проникает сквозь земной шар, попадает в байкальскую воду и улетают дальше в космос. Но совсем немного единиц нейтрино взаимодействует с байкальской водой. Это случается несколько раз в сутки. Нейтрино попадает в атомное ядро какого-нибудь атома байкальской воды и происходит так называемый обратный бета-распад. Нейтрино погибает внутри ядра, а из ядра вылетает электрон или позитрон. Летит он очень быстро, быстрее той скорости, с которой свет распространяется в воде. Надеюсь, вы знаете, что в воде, в стекле и даже в воздухе свет распространяется медленнее, чем в вакууме. Быстрее, чем свет в вакууме, ничто двигаться не может. Заряженная частица, движущаяся быстрее скорости света в веществе, излучает видимый свет. Это называется черенковское излучение, излучение Вавирилова-Черенкова. Так иногда называют. Для регистрации черенковского излучения в глубинах Байкала установлены чувствительные датчики света, фотоэлектронные умножители . Вернемся, однако, в недра коллапсирующей звезды. В тот момент, когда там давление засунуло электроны внутрь протонов, и они испустили нейтрино, превратились в нейтроны, это случилось сразу во всем объеме ядра звезды, которая превратилась в комок нейтронов, нейтронную звезду. Нейтрино было испущено очень много, один протон, одно нейтрино. Около 200 тысяч лет тому назад в одном из Магеллановых облаков, Магелланово облако, так называются карлевые галактики, спутники нашей галактики, галактики Млечный путь. Так вот, в одном из Магеллановых облаков 200 тысяч лет тому назад случился коллапс звезды. Ядро у звезды превратилось в нейтронную звезду, а во все стороны понесся поток нейтрино. Через 200 тысяч лет, 23 февраля 1987 года это было, этот поток достиг Земли. Нейтринные датчики в течение нескольких секунд регистрировали по одной частице в секунду, значит поток от той далекой звезды был в десяток тысяч раз больше, чем от Солнца, который в полтора десятка миллионов раз ближе. То есть коллапсирующая звезда излучала нейтрино в миллион триллионов раз больше, чем Солнце. При таком потоке нейтрино излучалось так много, что во внешних оболочках только что родившейся нейтронной звезды нейтрино так часто взаимодействовала с веществом, что возникла расходящаяся ударная волна. Эта ударная волна была такой мощной, и она так сильно нагрела вещество, что в нем начался ядерный синтез, с которым образовались ядра атомов вплоть до урана и тория. Разбросанное это ударной волной вещество теперь уже образовала вокруг нейтронной звезды газопылевую туманность, которую какая-нибудь звезда сможет подхватить и скатать из нее планеты. Как из снега люди катают снежки и снеговиков. Счастья и радости вам, всего доброго, до свидания, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова